Здравствуйте! Начинаем шестую лекцию. Послание к евреям. Она называется Иисус, который вошёл за завесу. Первый пункт – оставьте начальные учения и достигайте зрелости. Стихи с первого по третий. Второй пункт – отпадение и покаяние. Стихи с четвёртого по восьмой. Третий пункт – Бог не забывает тех, кто остаётся в вере. Стихи с девятого по двенадцатый. Четвёртый пункт – доверяйте обещанию и продолжайте двигаться вперёд. Стихи с тринадцатого по двадцатый. Темой послания евреев является преимущество христианства перед иудаизмом. Верующие евреи из иудаизма обратились в христианство. После этого люди решили, что, веровав в Христа, у них всё будет в порядке. Евреи думали, что Христос придёт совсем скоро, и никакие трудности не коснутся их. Тем не менее, реальность была таковой, что после того, как они уверовали во Христа, пришли страдания, гонения и проблемы. Люди начали склоняться к тому, чтобы оставить христианство и вернуться в иудаизм. Начальные учения относятся к символам и прообразам Христа. Ветхий завет – это пророчество о грядущем Иисусе. Также это прообразы и символы деяний, которые должен был совершить Христос. Как вы все знаете, агнец Пасхи символизирует Иисуса Христа. Когда Господь сошёл на эту землю, знамения иудаизма были исполнены. Таким образом, следование за Иисусом было тем же самым, что и соблюдение всех обрядов Ветхого Завета. Однако, возвращение к иудаизму в связи с гонениями и лишениями заследования Иисусу Христу – это неверный шаг. Поэтому здесь говорится «не следовать этим учениям». Они касаются иудаизма. Если люди будут придерживаться начальных учений, они отбросят то, что истинно. Это относится к отказу от христианства и возвращению к иудаизму. Евреям было сказано не следовать этому, но двигаться вперёд к совершенству. Зрелая вера – это понимание Божьего откровения, проявленного через Христа. Это также относится к духовному наполнению Святым Духом и совершенству веры. Это правильное понимание Христа через Святого Духа. Тем не менее, верующим было сказано двигаться вперёд к зрелости и не застаиваться на общих учениях. В начале главы говорится о некоторых из них. Обращение от мёртвых дел Вера в Бога Учение о крещениях Возложение рук Воскресение мёртвых И вечный суд Мы должны иметь правильное представление обо всём этом. Что значит обращение от мёртвых дел? Если мы посмотрим на послание к евреям, 9 главу, 13 и 14 стихи, то там говорится следующее. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает осквернённых, дабы чисто было тело. Здесь ясно сказано «дабы чисто было тело». Всё это не имеет никакого отношения к душе, а связано с физическим телом. В стихе говорится об очищении плоти. Соответственно, это можно назвать обращением от мёртвых дел. Такие дела относятся к обрядам и ритуалам. Почему они ведут к смерти? Потому что действия, приводящие к смерти, совершаются теми, кто принадлежит к плоти и не несёт жизни Святого Духа. Это не удовлетворяет требованиям Господа. Как кровь животных может ответить постановлением Бога? Обращение от мёртвых дел не считается чем-то важным, но является покаянием в грехах. Что такое вера в Господа? Израиль, как нация, знал Бога. Однако в своей жизни веры они были связаны обрядами. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 и 9 стих. Вера, которая приходит от Христа, более важна, чем вера в Бога. Далее, что такое крещение? Это не крещение Святым Духом, но очищение тела под водительством Моисея. Евангелие от Марка, 7 глава, 4 и 5 стихи. Послание к евреям, 9 глава, 10 стих. Евреи омывали тела и чаши. Далее, что такое возложение рук? Книга Левит, 16 глава, 21 стих. Аарон, как первосвященник, совершал возложение рук. Для нас намного важнее принять Святого Духа через его работу, нежели возлагать руки. Отступая от этой темы, хотелось бы сказать, что возложение рук на животных означает, что жертва и грехи того, кто приносит ее, становятся одним целым. Когда жертва умирала, так же умирал и грех приносящего ее. После совершения возложения рук на козла, животное умершлялось, а так же этот человек омывался от грехов. Далее, что такое воскресение мертвых? Фарисеи верили в воскресение. Они считали его общим для всех. Однако мы, как христиане, верим в воскресение лишь верующих. Что такое вечный суд? В послании к евреям 9 главе 27 стихе говорится о всеобщем суде. Евреи-христиане честно исповедали свою веру. Они оставили ветхий прообраз и пошли за истиной. Однако, когда их ожидания были далеки от исполнения, вера евреев ослабла и рвение остыло. Они пытались оставить христианство и вернуться в иудаизм. Возвращение к иудаизму было возвратом к начальным учениям. Люди не должны были идти обратным путем. Им нужно было оставить мертвые дела, ведущие к смерти, и обратиться к делам, которые вели к жизни. Книга Деяний, 11 глава, 18 стих. Вместо того, чтобы иметь всеобщую традиционную веру в Бога, они нуждались в вере в чудесного спасителя. Вместо того, чтобы очиститься от бессильного закона, люди должны были взять кровь Агнца. Взамен возложения рук иудейского священника им нужно было выбрать Христа, очистившего грехи всех верующих. Вместо воскресения мертвых было необходимо верить в воскресение среди умерших верующих. А взамен вечного суда – ожидать оценивающего суда у престола Христа. Евреи не должны были ограничиваться иудаизмом. Им нужно было прекратить следовать старым учениям и перестать считать ветхий прообраз важным. А вместо этого следовать за Иисусом. Об этом сказано в третьем стихе. И это сделаем, если Бог позволит. Это означает поспешить к совершенству. В четвертом стихе написано. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого. Пятый стих. И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Может показаться, что эти люди участвовали в Божьей благодати. Однако в шестом стихе сказано «И отпадших опять обновлять покаянием». Могут ли истинные Божьи люди отпасть? Отпадать – это значит временно отойти от Христа. Однажды Петр трижды отрёкся от Иисуса. Давид обесчестил жену Урии. Они не пали полностью, но временно грешили. Их дух родился заново. В отрывке говорится, что отпавших нужно вновь обновлять покаянием. Подумайте над значением слова «отпасть». Это намеренный в конечном счёте акт отрицания Христа. Вот что значит «отпасть». Некоторые люди отпадают, потому что первоначально они только внешне старались показаться верующими. Другие отпавшие думали, что они верили, но вера их была формальной. В общем, это такие люди, которые с самого начала исповедуют Господа формально или поверхностно, но не верят в Него искренне. Они отпали, потому что не верили изначально. Этим людям больше не в чем было падать. Они уже падшие. Как они могут сделать это снова? Следовательно, отпавших можно рассматривать как людей, которые никогда и не признавали Христа по-настоящему, а значит, Его отвергли. Даже те, кто не верят, могут быть однажды просветлены. Это может относиться к евангельскому учению. В книге числа 23 главе 4 стихе сказано, что люди, подобные Валааму, вкусили Слово Божье. Валаам был лжепророком. Ему выдалось попробовать благодать, пришедшую свыше. Он не принял ее, но лишь попробовал. В Евангелии от Матфея 13 главе 21 стихе говорится о семени, упавшем на каменистую землю. Это символизировало того, кто вначале принял с радостью Божье Слово. Однако у него не было корня, и он погиб. Есть люди, которые движимы Святым Духом, а есть те, кто участвует в делах Святого Духа. В Евангелии от Матфея 7 главе 22 и 23 стихах сказано, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Многие люди пророчествовали от имени Господа, исцеляли больных и совершали чудеса. Однако Всевышний сказал, «Я никогда не знал вас». То же и в сегодняшнем отрывке «Вкусивших благого глагола Божия». Это Божье обетование о Мессии. Те, кто раскаиваются, наслаждаются благословениями, приходящими от исполненных обетований. Книга Иеремии, 29 глава, 10 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 30 стих. В стихе также сказано, «Вкусивших сил будущего века». Это означает, что верующие через приход Мессии вошли в новую эпоху, как было предсказано в Ветхом Завете. Это обетование новой эры, которое наступит с приходом Мессии. Отпадение относится к полному отказу от всех истин христианства. Такие люди не могут обновиться через покаяние. Быть обновленным покаянием – это символическое выражение изменения в лучшую сторону. Падшие подобны тем, кто пригвоздил Иисуса к кресту. Во второй половине шестого стиха сказано, «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Это показывает, что не все, слышавшие Евангелие, спасены. В притче о Сеятеле описано семя, которое упало при дороге на каменистую почву и тернии. Так же была и добрая земля. Лишь семя, упавшее на добрую почву, принесло плоды и радость фермеру. Не все израильтяне были спасены. Они символизировали Божий народ. Однако не все потомки Авраама уверовали в Иисуса. Людьми Господа стали только те, кто имел веру Авраама. В седьмом стихе говорится, «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». В этом стихе земля относится к земле Иуды или к винограднику Господа. Исайя, 5 глава, 7-8 стихи. Слово Бога проливается на почву. Есть хорошие и есть плохие плоды. Ложные верующие принесут худые плоды, тернии и голые кусты. Их дела принадлежат плоти, они религиозны и являются продуктами материализма. В 9 стихе сказано, «Хотя и говорим так». Это относится к тем, кто оставляет свою веру в 6 и 8 стихах. Тем не менее, верующие, которые приняли послание к евреям, были уверены в лучшем состоянии в том, которое сопровождает спасение. Лучшее состояние относится к плодам обновления. Таким образом, обновления и спасения не могут быть разделены. Спасенные приносят добрые плоды. Так же, как солнце имеет свет, они подчиняются заповедям во славу Божью и получают спасение. В 10 стихе написано, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Наш Господь – верный Бог. Он справедливый. Всевышний проявляет свою верность и, безусловно, выполняет свои обещания. Какое обещание выполняет Господь? Он непременно спасает тех, кто верит в Иисуса. Бог о них не забывает. Всевышний признает плод Святого Духа и помнит наши дела. Дела веры совершались через верующих евреев, что проявлялось в их служении любви. Живая вера – действенная, она приносит плоды. Как мы можем это узнать? Через служение верующих и их дела. В 11 стихе сказано «Желаем же, чтобы каждый из вас». Это показывает ревностное желание чего-то. Когда мы служим Богу, мы должны служить Ему всем сердцем. Если кто-то из нас проповедник, он должен горячо проповедовать, как священник. Далее стих 11 говорит об одном и том же Львении. Также это усердие должно проявляться в ободрении всех людей, в котором нуждаются дети и пожилые люди. В 1 послании к Тимофею, 4 главе, 15 стихе, нам говорится быть старательными. Мирские люди трудятся на своих работах. Мы, верующие, должны упорно трудиться для духовных вещей. Во время войны никто не может убежать с поля битвы. Также тому, кого призвали на бой за истину, не будет покоя. В 1 послании Тимофею, 6 главе, 12 стихе, сказано Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. В 11 стихе говорится «Убегай сего». Это значит, что мы не должны гоняться за деньгами и быть жадными. Вместо этого нужно преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Таким образом нам необходимо постоянно бороться за Божье дело. После проявления той же старательности мы хотим иметь совершенную уверенность в надежде. Нам нужно было усердие, когда мы впервые поверили в Иисуса. Необходимо подчиняться Богу, поклоняться Ему, положиться на Христа и оставаться в Божьих руках. Нужно продолжать хранить свою веру, доверяясь работе драгоценной крови Господа и полагаться на суверенность Бога. Нам нужно стать ближе к Христу. В 12 стихе написано «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Мы, последователи Иисуса, должны быть усердными. Нужно верить и быть терпеливыми. Вера – это послушание. Бог благоволит нашей вере и послушанию. Есть люди с такой верой, как у Авраама. О нем говорит 13 стих. «Когда Бог обещал Аврааму, он клялся самим собой, потому что не было никого выше». Всевышний поклялся, так как если бы он не выполнил свое обетование, то перестал бы быть Богом. Господь выполняет обещание, несмотря ни на что. Это обещание было неоспоримо, потому что Бог поклялся в этом. Клятва сделала обещание более определенным и предоставила Аврааму его глубокое понимание. Всевышний верен своим обещаниям. Клятвенное обетование делает его более определенным. Бог клялся самим собой для того, чтобы Авраам был полностью уверен в его благословениях. Это являлось доказательством и гарантией воли Господа, относительно обещанных Аврааму потомков. Божьи мысли и воля для избранного народа были такими же, как и для Авраама. В послании к римлянам 4 главе 23 и 24 стихах сказано «А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего». Авраам был сделан праведным по вере. Однако это относилось не только к нему. «Любой, имеющий подобную веру, по праву считается праведником от Бога». Господь дал Аврааму это обетование. В 14 стихе написано «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Вот еще несколько ссылок. Послание к Галатам 3 глава 14 и 29 стихи В 29 стихе сказано «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Верующие в Иисуса Христа являются потомками Авраама. Далее говорится, что Бог благословит Авраама. Господь обещает, что его семя будет столь же многочисленным, как звезды на небе. Выражение «твое семя» относится к Христу. Авраам получил благословение. В 15 стихе сказано, что благодаря долготерпению он получил обещанное. Исаак родился, когда Аврааму было сто лет. После того, как Исаак стал достаточно взрослым, что мог носить хворост, Бог сказал принести его в жертву. Прежде чем Авраам был призван, он ждал 75 лет. Авраам долго терпел, пока ему не исполнилось 100 лет, а затем и 115. Несмотря на то, что Авраам не мог постичь это человеческим разумом, он продолжал верить Божьему обетованию. Прочтем этот стих. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Иногда Божьи обещания кажутся медленными в исполнении. Но они видятся таковыми лишь глазами человека. Бог сказал Аврааму принести в жертву своего единственного сына. И даже после этого Авраам не полагался на собственные мысли, а держался за Божье обетование. Господь подкрепил обещание клятвой. В 16 стихе мы видим, что Всевышний клялся самим собой. Когда существуют разные убеждения, есть место конфликту. Но если дается клятва, то конфликт исчерпывается. Нам также необходимо обуздывать себя. Давайте закрепим все сказанное. Клятва подкрепляет обещание, которое дают два человека. Мы только что разбирали Авраама, поэтому пропустим эту часть. В 17 стихе Бог ясно дает понять наследникам непреложность воли своего обетования. В нем есть выражение своей воли. Каков Божий замысел? Это относится к соглашению, заключенному с Иисусом в Вечном Завете. Всевышний передал свой народ Христу. Иисус пришел с небес на землю для спасения людей. Всевышний не только обещал выполнить завет, заключенный с Иисусом, но и дал клятву. Таким образом, в 18 стихе сказано, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Две непреложные вещи относятся к обещанию и к клятве. Бог не был обязан давать клятву. Он дал ее, чтобы подчеркнуть неоспоримость своего обетования. Бог верен, но зачем ему была нужна клятва? Ведь одного обетования было бы достаточно. Тем не менее, Бог подтвердил обещание благословений, данных Аврааму. Господь также хотел, чтобы наследники Авраама, последовавшие за его верой, знали, что Бог любит их и дает им гарантию. Благодаря этим двум непреложным вещам мы удаляемся от мирского. В стихе написано «Прибегшие». Это означает бегство от мирских вещей и похотливых желаний. «Если мы уходим от всего этого, то Всевышний оберегает нас». Об этом также сказано в 19 стихе. Надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный. Якорь для души относится к чему-то, что сберегает душу. Иисус Христос силен спасти наши души. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Здесь говорится «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Теперь мы входим за завесу. Святое святых находилось позади завесы. Оно являлось прообразом небес. В 20 стихе написано «Куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Наш Иисус ушел на небеса как вечный первосвященник. Он вознесся по чину Мелхиседека. Когда мы слышим о звании первосвященника, то в основном на ум приходит Аарон. «Однако Иисус стал по чину Мелхиседека». «Он сделался первосвященником навек». «Христос сделал это за нас». «Нам нужно иметь веру, как у Авраама, и надеяться на нашего первосвященника Иисуса Христа». «Мы с вами должны с нетерпением ждать того дня, когда мы соединимся с ним на небесах». На этом мы закончим шестую лекцию. Послание к евреям. Спасибо вам! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok